Когда-то мы жили в мире, где что-нибудь вроде читаса в форме гориллы было простой странной мелочью. А потом появился ebay, и мир изменился навсегда. Теперь люди готовы продать что угодно, если они считают, что могут заработать. Да-да, что угодно. На ebay можно найти разные необычные вещи. И я представляю вам 20 самых странных товаров с этого сайта. Номер 20. Жвачка звезды. Покупать старые вещи вроде машины и одежды – хороший способ сэкономить. Но согласитесь, использованная жвачка в этот список не входит. Тем не менее, жвачки, выплюнутые Бритни Спирс, продавали на ebay много раз. Один продавец предложил проверить свой товар на ДНК, но другие просто продают жвачку, корешок билета и историю их появления. Одну резинку урвали за целых 514 долларов. И, видимо, покупатели готовы поверить в честность интернет-незнакомцев. Но продают жвачки не только поп-звезд, а еще, например, и бывшего футбольного менеджера Алекса Фергюсона. Эту продали за 500 тысяч долларов в 2013 году. Всю сумму пожертвовали на благотворительность, а жвачку поместили в стекло. Это якобы последняя жвачка Фергюсона на посту менеджера Манчестер Юнайтед. Номер 19. Открытие. В поисках новых видов отправляются в дикую природу, но, судя по этой истории, вполне можно направиться просто к компьютеру поблизости. Коррекционеры купили панцирь морского ежа на eBay и попросили эксперта помочь опознать вид, потому что раньше они такой не встречали. Оказалось, что на eBay продали совершенно новый вид морских ежей. Когда стало известно об открытии, цены на другие образцы панцирей тут же взлетели. С 8 долларов до 138. Новый вид морских ежей на латыни называется колоплеурус эксквизитус, что значит изысканный, и это название подходит. Хотя название колоплеурус ебеюс тоже подошло бы. Номер 18. Без срока годности. После слухов о необычайно долгой жизни еды из Макдональдс, один канадец по имени Дэйв Александр решил проверить теорию. Он выяснил опытным путем, что внешне продукты едва изменились за 6 лет, и ему в голову пришла идея выставить еду на eBay. И правда, ну кто не хочет древний бургер? Но eBay убрал лот, потому что у всех продуктов питания должен быть срок годности. Правда, до этого момента ставки достигали аж 150 долларов. Интересно, после этого еду наконец-то выбросили? Возможно, предприимчивый канадец, знающий, как заработать, все еще хранит лот для идеального покупателя. Номер 17. Хула-хула. Одна британка решила нарушить диету и купила пачку круглых чипсов Хула-хупс, а внутри она обнаружила огромную чипсину. Выяснилось, что ее размер превышал 10 сантиметров, на 2 сантиметра больше предыдущего рекорда. За этот лот развернулось сражение, и в итоге Хула-хупс продали за 510 фунтов. Щедрость британки была такой же, как и чипсина, и поэтому она пожертвовала деньги на благотворительность. Номер 16. Священный сэндвич. Жительница Флориды сделала сэндвич и увидела знакомое лицо, которое смотрело на нее с подгоревшей части хлеба. По мнению женщины, Дайан Дайсер на ее поджаренном сэндвиче показался лиг Девы Марии. Испугавшись, она позвонила мужу и положила хлеб в пластиковую коробку с хлопковыми шариками. Десять лет спустя Дайсер решила продать сэндвич, якобы принесший ей удачу в казино. Да, 70 тысяч долларов она выиграла благодаря куску хлеба. Так что неудивительно, что само казино и купила священный сэндвич. Его приобрел Золотой дворец, который славится такими дорогими и странными покупками. Казино купила этот сэндвич с ликом Девы Марии за целых 28 тысяч долларов. Номер 15. Французский тост. Когда Джастин Тимберлейк дал интервью за завтраком, он решил не доедать французский тост. Увидев возможность подзаработать, владелец ресторана сохранил полусъеденный хлеб и создал аукцион с ним на ebay. В результате долгой борьбы одна девушка заплатила более тысячи долларов за тост Тимберлейка. Ее планы заморозить его, запечатать и положить в ящик комода могут привести в недоумение. Но зато она попыталась объяснить, почему Джастин Тимберлейк так и не доел этот несчастный тост. Он выглядел подгоревшим. Номер 14. Вода Элвиса. В 1977 году в Северной Каролине Уэйд Джонсон поднял стаканчик, из которого пил Элвис Пресли, и на дне которого осталось еще немного воды. Мальчик отнес его домой и положил в морозилку. 27 лет спустя 40-летний Уэйд решил продать размороженную находку на ebay и получил 455 долларов за воду. Стакан он не продавал, потому что хотел оставить его себе, хотя он выставлял на аукцион права на выставку стакана. Номер 13. Городок. Ищите уединение? Что может быть лучше, чем собственный городок? В 400 километрах к северу от Сан-Франциско есть город Бриджвиль, построенный в 19 веке, но отсутствие фабрик уничтожило его экономические ресурсы. Несмотря на это, стартовая цена Бриджвиля составила 750 тысяч долларов, и кто-то предложил больше. Итоговая цена была 1 миллион 800 тысяч. Покупатель получил все, вплоть до почты и кладбища. Номер 12. В поисках смысла. В 2000 году продавец на ebay заявил, что он нашел ответ на один из вечных вопросов, а именно на вопрос о смысле жизни. Он хотел поделиться им за деньги. Учитывая, сколько людей хочет найти смысл жизни, можно подумать, что за лот отдали целое состояние. Но нет. Этот примечательный товар собрал всего 3 доллара и 26 центов. Покупатель ничего не рассказал, так что нам не узнать, справедливая ли эта цена. Номер 11. Привет, меня зовут... Люди меняют имена по разным причинам, но Терри Илеган решила изменить свое ради денег. Она хотела отправить своего ребенка в школу гольфа, в которой когда-то учился Тайгер Вудс. Терри предложила изменить свое имя на выбор покупателя, и желающих оказалось очень много. Финальную ставку в 15 тысяч долларов сделали сотрудники уже знакомого нам казино Золотой дворец. Как Терри относится к своему новому имени с названием казино? По ее словам, пока дети называют ее мамой, ей, в общем-то, все равно. Номер 10. На лбу написано Имя Золотой дворец.ком не назвать хорошим, но татуировка с этим названием еще хуже. Одна женщина хотела накопить деньги на учебу сына и продала место для рекламы на своем лбу. Тату-мастер и его помощники попытались отговорить Керри Смит, но она настояла. К счастью, татуировку сделали близко к волосам. Чтобы прикрыть ее, Керри получила 10 тысяч долларов от Золотого дворца. И хотя это приличная сумма, мне кажется, что этого мало. Как кажется вам, с таким напоминанием о деньгах за учебу, сын Керри пообещал, что он будет хорошо учиться. Номер 9. Священное авто. Немецкий студент Бенджамин Холби купил поддержанный Volkswagen Golf и думал, что это самая обычная машина. Но, получив на нее документы, он обнаружил, что предыдущим владельцем был Папа Римский Бенедикт XVI. Инаугурация еще не прошла, когда Холби купил машину, поэтому продавец не увидел причину поднимать цену. Как только Холби все выяснил, он тут же зашел на eBay, чтобы превратить поддержанное авто в деньги. Лот посмотрели 6 миллионов раз, и машину купили за 244 тысячи долларов. Номер 8. Мини-доспехи. Все слышали про рыцаря в сияющих доспехах. А как насчет морской свинки в доспехах? Грызуны в броне пока что не самый популярный вид войск, но это не остановило одного мастера. И он создал это. Когда его свинка умерла, продавец понял, что сделанные им доспехи и шлем некуда девать. Так что он зарезервировал доходы с продажи для приюта для свинок и продал боевое одеяние для грызунов за 1150 долларов. Номер 7. Космический лот. История самой длинной доставки начинается со столкновения астероида с Марсом. В результате него в космос улетел кусочек красной планеты. Он проделал огромный путь и в конце концов оказался на Земле. Этот камень путешествовал с выставкой по всему миру, пока его не выставили на продажу на eBay. Он стал самым дорогим метеоритом, проданным на сайте. Покупатель заплатил астрономическую цену в 450 тысяч. Номер 6. Голливуд на вашем участке. Если вы хотите приобрести более земной кусочек истории, то как насчет предшественника этой надписи? Знак Голливуд Лэнд создали в 1923 году для рекламы строящегося здесь нового жилья, но он быстро стал достопримечательностью, особенно после того, как убрали часть Лэнд. 50 лет спустя потрепанный знак пришлось демонтировать и заменить. С тех пор он сменил владельцев уже несколько раз. Недавно его продали через eBay. Там кто-то выложил за этот кусочек истории целых 450 тысяч 400 долларов. Номер 5. Найди жизнь. После тяжелого развода один мужчина решил, что жизнь ему больше не нужна. Он выставил все, что имел на eBay, в том числе машины, дом и то, что в нем было. Когда за его жизнь предложили 399 тысяч 300 долларов, мужчина продал все имущество и отправился путешествовать по миру. После множества приключений он обосновался на собственном острове на Панаме, в доме, который построил сам, с девушкой и парой кур. Вот это я понимаю, сделка. Номер 4. Сестра на продажу. Когда певец Джеймс Блант увидел, что его сестра плачет, потому что она пропустит похороны в Ирландии из-за забастовки, он сделал то, что и полагается брату. Продал ее на eBay. Он назвал лот «дама в беде», которой срочно нужен транспорт. И Джеймс получил множество предложений. Победителем оказался миллионер на сияющем вертолете, который и перевез сестру Джеймса. Хотя он так и не сказал, за сколько он продал свою сестру, эта история помогла ему побороть одержимость eBay. Но это еще не все. Ведь сестра Бланта и шофер того миллионера позже поженились. Номер 3. Чита Мемориал. Помните Харамбы? Гориллу, которую застрелили, чтобы спасти трехлетнего ребенка, забравшегося в его клетку в зоопарке? Эта история вызвала большое недовольство. А потом кто-то нашел Читас в форме известной гориллы и выставил его на eBay. Как ни странно, этот лот стал очень популярным. И странный Читас продали чуть меньше, чем за сотню тысяч долларов. Номер 2. Дорогой завтрак. В 2004 году британец продал одно хлопье в качестве эксперимента. Он получил 1 фунт 20 центов. Неплохая сделка, учитывая, что упаковка стоит дешевле. Но две сестры из Вирджинии заработали куда больше 4 года спустя. Они продали хлопья в форме штата Иллинойс, владельцу музея необычных вещей в Техасе. И получили 1350 долларов за такую мелочь странной формы. Если вы закончили искать хлопья необычной формы в своей упаковке, пора посмотреть на самый странный лот с eBay. Номер 1. Камень преткновения. Жвачки и недоеденная еда звезд, конечно, странные покупки. Но покупать почечный камень актера это уже слишком. Но это не остановило наших знакомых из Золотого дворца. Они добавили камень из почки Уильяма Шатнера в свою коллекцию странностей. Новость об этом опубликовал сам Шатнер. Он продал камень не просто так, а чтобы собрать деньги для организации «Жилье для человечества», которое борется с бедностью и строит доступные дома. До этого он продал рубашку из «Звездного пути» за 100 тысяч долларов. Так что он был уверен, что фанаты знаменитого сериала с радостью купят такую странную вещь. Он не ошибся, ведь камень купили за 75 тысяч, доказав, что на eBay можно продать что угодно. Но если ты капитан Кёрк, а вы бы купили какие-нибудь из этих странных товаров? И сколько бы вы заплатили за них? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok